Готов к труду и обороне или кратко ГТО – это нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта. И этот вид соревнований впервые появился на фестивале студенческого спорта и сразу привлек к себе внимание спортсменов. Состязания по ГТО сегодня включают такие дисциплины, как наклон, прыжки с места, разгибание и сгибание туловища, потягивание высокой и низкой перекладины, а также челночный век. Как и по всем видам спорта, результаты многоборья ГТО пошли в копилку каждого вуза. Результат спортсмена оценивали по стабальной шкале, таким образом каждый участник принес пользу своей команде. Павел Ипатов при своем среднем росте совершил прыжок в длину с места на расстоянии 272 сантиметра. Спортом он занимается постоянно для физических результатов и укрепления здоровья. Я занимаюсь форкаутом, ну то есть турники, брусья и различные элементы. Ну также я бегаю и просто поддерживаю себя в форме. Ну мне нравится быть здоровым, во-первых, конечно же. Выглядит неплохо и, ну это полезно и интересно очень. В соревнованиях по многоборью ГТО приняли участие порядка 120 человек. В этом виде вверх взяла команда из Нижнего Новгорода. У них 2011 очков. Второе место команда Республики Тыва. 1940 очков. И третье место досталось команде из Брянской области. 1934 очка. По итогам всех соревнований чемпионский кубок Всероссийского фестиваля студенческого спорта отправился в Нижний Новгород. Второе и третье место досталось Красноярскому краю и Чувашской республике. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.